Светлана Шаронова пришла на выставку самозанятых, чтобы продемонстрировать плод своих трудов. Натуральная продукция напрямую от производителя. Красиво упакована и выставлена на продажу. Для того, чтобы сегодня ее продукция в таком виде могла дойти до потребителя, потребовались финансовые вложения, которых у женщины не было. Благодаря консультации в центре «Мой бизнес» Светлана оформила социальный контракт и получила 250 тысяч рублей на развитие своего маленького, но уже востребованного бизнеса. Мне стало легче готовить свою продукцию благодаря этому контракту. Вот у меня такой ассортимент, пользуется спросом. Эта помощь была очень необходима, она нам помогла. Обо всех мерах поддержки, которые можно получить в рамках нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, можно узнать на выездных совещаниях, которые региональный Минпром проводит в районах области, в котором приняли участие более 100 предпринимателей. Подобные совещания проводятся регулярно. В этом году провели 10 подобных совещаний в онлайн-формате. Совещение в Воскресенском районе стало первой очной встречей с районными предпринимателями. Предприниматели Воскресенского района попросили местное управление познакомить их со своей инфраструктурой поддержки предпринимательства Нижегородской области. Поэтому в село Воскресенское приехали руководители направлений в поддержке экспортеров социальных предпринимателей, были и специалисты по льготному кредитованию, которые предоставят все актуальные меры поддержки. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». После докладов руководителей инфраструктуры и поддержки все желающие смогли задать вопросы напрямую. До конца года подобные совещания пройдут во всех районах области. Такие совещания мы будем продолжать. Они очень эффективны и позволяют не только предпринимателям в районах получить ответы на вопросы, которые их интересуют, но и нам получить обратную связь для того, чтобы правильно формировать меры государственной поддержки, вносить необходимые изменения в законодательные инициативы, которые позволяют улучшать инвестиционный климат муниципальных образований Лежегородской области. Для предпринимателей особо важно понимать процессы, которые происходят сегодня на рынке, получать новую информацию из первых уст. Имея это, наши предприниматели смогут быть, наверное, лучшими, как минимум, в области. Но я, в всяком случае, на это очень надеюсь. Мария Бурова, Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова